18 числа будет проведен координационный совет проектов Европейского Союза и программ развития ООН совместно с областной государственной администрацией и областным советом. Это утвержденный координационный совет, который представляет себе органы местного самоуправления, органы власти государственной, а также представителей местных громад. Мы в прошлом году определили совместно с ПРООНом 8 районов, в которых будут имплементироваться мини-проекты. На каждый мини-проект будет выделено ПРООНом в размере 10 тысяч долларов, и в 8 районах участвуют 4 территориальные громады. Предполагается под собой развитие социальной инфраструктуры, таких как детских садиков, школ, медицинских корпусов, для того, чтобы улучшить социально-экономическое развитие районов и сплотить общину, дая ей возможность не просто наслаждаться процессом, а участвовать в этом процессе. Поэтому завтра будут определены четкие планы по реализации этих проектов, строительству и уже внесению каких-то частей денежных средств. В принципе, в проектах в ПРООН существует несколько направлений развития. Первый — это месяцевый развиток, ориентованный на громаду, где участвуют районы области и именно непосредственно местные советы. Местные советы вносят свою долю в финансирование, и ПРООН вносит свою львиную долю. Скажем, 80% ПРООН и 5% местной громады. И совместными усилиями они отрабатывают проекты, делают ремонты, ставят новые окна и так далее. Второй компонент — это развитие ОСББ. То есть Европейский союз выделяет средства для того, чтобы развить самоорганизацию населенных домов, скажем так. И выделяет средства для обновления домов, для создания этих ОСМД. Ну и также там дает какие-то средства для того, чтобы в этой части развивать города именно непосредственно. И третий компонент — это выделение средств на реконструкцию помещений, где на сегодняшний день находятся временно перемещенные лица. Мы с вами открыли два таких объекта. Это была Балаклея и это был Харьковский район. И на сегодняшний день в работе находятся еще два объекта. Это Балаклейский район и Изюнский район. Общая стоимость этих проектов — более 2 миллионов гривен. И предположительно ООН выделяет около 1 миллиона 800 на эти все объекты. Поэтому будем двигаться, будем строить. Продолжение следует...